или доработали новые. И есть оперативные планы, что называется, на все случаи жизни, как авиаудары от ограниченных до всеобщих по всей территории Ливана и по юго-западной Сирии, так и есть планы наземных операций, как ограниченных буквально пара километров, так и до реки Литани, так и далее на полномасштабную войну предусматриваются за действование нескольких дивизий, как общевойсковых, так и специальных сил с десантами в глубине, со спецоперациями и прочим. Есть вопрос, какое политическое решение прямо с правительством, потому что, помимо прочего, Соединенные Штаты очень сильно давят на Израиль, чтобы он не начинал большую войну, им это политически крайне невыгодно. И само израильское правительство, даже помимо американского давления, до сих пор не начало большую войну с Хизбалой, потому что по всем расчетам и сценариям, и по всем учениям, которые отыгрывались много лет генеральным штабом армии обороны Израиля, это война с Хизбалой гораздо более серьезное мероприятие, чем война с Хамасом, предусматривает большое количество разрушений и жертв в Израиле. Разумеется, если повезет, будет меньше, но расчетное количество – это несколько сот убитых в тылу от ракетных обстрелов, потому что ракетный потенциал в Хизбалой гораздо больше, чем у Хамаса, и все системы противоракетной обороны с этим справиться не смогут. Они в основном будут защищать критические объекты, гражданские военные инфраструктуры, электростанции, аэродромы и прочее. И помимо убитых, раненых в тылу и массовых разрушений в случае масштабной наземной операции предусматривается до тысячи убитых солдат на фронте. То есть само то, что по этим же сценариям ущербы, убитые, разрушения и прочее со стороны Ливана будут на два порядка выше, чем в Израиле, то есть где у нас сотни убитых, у них по планам десятки тысяч, израильское правительство это, мягко говоря, не утешает, в кавычках, поэтому до сих пор сдерживались. Сейчас мы видим очередную ступень эскалации, если до сих пор обычное количество обстрелов в Хизбалу в день было двузначным, сейчас мы уже за последний час, прямо как мы сейчас говорим, за последний час уже было примерно 130 ракет, и израильские авиаудары тоже в день обычно двузначное количество, сейчас мы уже выходим на трехзначное. Надо подчеркнуть, что на случаях полномасштабной войны это количество в день должно быть четырехзначным. То есть мы еще находимся даже не в средине всей этой эскалации. Весь вопрос, сумеет ли, здравоохранительство, как-то сбалансировать эти ступени эскалации, не доводя до большой войны, либо, несмотря на все аргументы против, она все-таки будет вынуждена пойти на большую войну, потому что основная причина, почему объективная реальность подталкивает правительство к большой войне, потому что то положение на севере, которое уже идет в течение года, бесконечно продолжаться не может. Около 80 тысяч эвакуированных, вся приграничная полоса постоянно стреливается ракетами и беспилотниками, разрушение экономики и прочее. Бесконечно так длиться не может, поэтому, несмотря на все аргументы против, и запасы боеприпасов, одновременно война на несколько фронтов, американское давление и все прочее, израильское правительство в результате может быть вынуждено пойти на большую войну. Мы только, разумеется, задним числом сможем сказать, действительно ли то, что мы видим сейчас. Это ступень к большой войне, либо все-таки как-то обойдется, в кавычках, без этого. Да, если говорить о Соединенных Штатах Америки в этой войне, Давид, вот даже Ливан обратился к США с просьбой призвать Израиль к сдержанности. И что интересно, США не имеют никакого отношения, они официально говорят, к инцидентам с детонацией устройств связи в Ливане. И также они говорят, что можно было бы убедить Израиль, прекратить удары по Ливану, если Хизбалла перестанет атаковать еврейское государство. Вот, Давид, у меня вопрос следующий. Можно ли как-то связывать и корректно ли связывать операцию Курскую в преддверии выборов президента Соединенных Штатов Америки и вот сейчас атаку на Ливан со стороны правительства и на Таньяху? Можно как-то провести параллели? Ну, разумеется, прямых связей тут нет. Единственное, что можно сказать, так же, как в российской, украинской войне, так и в израильской войне сейчас и против Хамаса, и против Хизбалла, американское правительство не хочет эскелаться. Но оно, в принципе, это не скрывает, оно это прямо говорит конкретно, как и в чем это должно выражаться, разумеется, для разных войн это по-разному, но в общем и целом, если постараться найти что-то общее, то действительно американское правительство не хочет эскелаться и хотело бы, чтобы эта война не полностью прекратилась, то как минимум не выходило бы за рамки того, что есть сейчас, не раздувалось больше. Единственное, что в российской, украинской войне есть фактор прямого столкновения России с НАТО, чего американцы крайне не хотят. В принципе, можно что-то такое сказать и про наши войны, потому что одна из причин, почему Америка не хочет крупномасштабной эскелесии с Балой, потому что это повышает шанс на большую всеобщую нижневосточную войну, в которую могут быть тянуты Соединенные Штаты. Они это, разумеется, тоже не хотят. То есть при всех различиях между войнами, вообще тут то, что американцы бы не хотели эскалации, потому что в своем развитии эта эскалация может довести до прямого втягивания США в войну, чего они не хотят. Давид, я хотел бы вас спросить, вот Иран обещал ответить ракетным ударом после того, как провели блестящую операцию в конце июля с ликвидацией лидеров Хамас. Почему Иран, ну это хорошо, конечно, но почему все же Иран, который имеет много прокси в регионе и который выступает большим братом и примером, вот не ответил, хотя должен был быть, был ответить, чтобы не как-то не утратить лицо перед теми самыми Хезбалла и Хамас? Иран по-прежнему думает над ответом, но за это время много чего другого произошло, в частности сейчас эти события в Ливане, поэтому с одной стороны им и хочется и колется, если в апреле они ответили прямым ракетным ударом и ракетами, и беспилотниками, и прочим. Сейчас они тоже думают над тем, что им выгодно, что им не выгодно, потому что Иран, в принципе, его много десятилетняя стратегия была избегать прямого военного столкновения с Израилем, и вместо этого задействовать всех своих многочисленных прокси, которых он для этого и выращивал по всему Ближнему Востоку, то, что он сделал в апреле, это, в принципе, было исключение из правил. Сейчас они все еще думают, но, в принципе, так как новые события постоянно меняют картину, то Иран тоже, соответственно, должен каждый раз рассматривать новость данной карты, сейчас это очередное обострение с Хезбалла, они еще раз и еще раз должны подумать, но, в конце концов, они все равно могут прийти к тому, что надо нанести какой-то прямой удар, либо все-таки они решатся, но раз это делать не надо, мы будем еще раз действовать через прокси, либо диверсии в самом Израиле, как мы уже видели, попытки терактов, ликвидации высокопоставленных израильских руководителей, у них из этого пока ничего не получилось. Возможно, если бы у них это получилось, они бы это записали как ответ, и не стали бы наносить прямой военный удар. Но, в любом случае, так как ситуация каждый день меняется, как мы видим, возможно, у Ирана тоже расчеты изменятся. Да, Дмитрий, если вот говорить о потенциальных угрозах для Израиля, это хуситы, это зачистка от Хамас в секторе Газа, ну и теперь вот Север и война с Ливаном и Хезбаллой. Насколько может выдержать три фронта, фактически, Израиль? В принципе, все эти фронты уже были задействованы до сих пор с начала войны, просто разные интенсивности. Но сейчас, в принципе, интенсивность боевых действий в Газии гораздо ниже, чем была в конце 23-го года. Поэтому, если, например, начинается большая война с Хезбаллой, то основные силы армии обороны Израиля будут переброшены туда. Да, и в Газии можно, даже если не будет достигнуто соглашение по заложникам или перемирие в Газии, то там, в принципе, можно оставить минимальный наряд сил и средств, две-три бригады и все остальное отправить на Север. На данный момент установка в Газии это позволяет. Это не то, что, например, в начале декабря 23-го года на пике сухопутной операции в Газии, когда мы там одновременно задействовали пять дивизий. И сейчас там много сил не нужно. Поэтому, в принципе, на данный момент, если даже разгорится большая война в Ливане, то сил и средств нам, в принципе, хватит, потому что другие театры так много сейчас уже на себя не оттягивают. Да, Давид, хотел бы еще спросить, насколько продолжение военных действий, да, вот вы вспомнили о том, что интенсивность в секторе Газа упала, насколько это нужно именно правительству, и именно я имею в виду Биби Натаньяху. Потому что многие говорят, и насколько я уже читал и говорил с людьми из Израиля, вот все поделились на, можно сказать, 50 на 50, кто поддерживает Натаньяху и кто говорит, что он виновен во всем, ну и в том числе в атаке в 23-м году Хамас. Вот насколько вот эта эскалация, чтобы удержать власть, нужна Натаньяху? Это спекуляция. В чем именно? Во всем, есть люди, для которых, многие израильтяне, для них Натаньяху больше враг, чем Иран, Хизбалай и Хамас вместе взятые, поэтому все, что можно делать для удержания власти. Мой ответ на это, что это все спекуляция. Понятно, Давид, если говорить о том, какое здесь участие России, есть ли оно, потому что вот только есть заявление МИД России в лице Захара. Она сказала, что Российская Федерация глубоко обеспокоена развитием событий в Ливане после нескольких дней беспрецедентных террористических атаках и ударах израильской авиации. Насколько Россия может быть втянута в эту войну? Или она все же будет так дистанционно, так не поддерживать то, что делает Израиль? Ну, в принципе, в политическом, пропагандистском и другом плане с самого начала еще войны с Хамасом Россия заняла эту позицию, поэтому то, что происходит сейчас, ничего нового, неожиданного в этом нет. Россия просто продолжает свою линию насчет какого-то прямого военного участия. Пока, как его не было, так оно до сих пор и не ожидается. Скорее всего, Россия продолжит именно в этом плане политическое, пропагандистское, и другое давление на Израиль, но без какого-то прямого военного участия. Да, Давид, и немножко хотел бы еще понять, есть ли какие-то обозримые цели в войне Израиля против Хамас и Хезболы? Вот, если моделируем, если даже начнется на севере сухопутная операция, это отбросить Хезболу за реку и на этом остановиться, или как, вы считаете, будут развиваться события? Так как стратегия, это в первую очередь география, то есть принципиальная разница между Хамасом в Газии и Хезболой в Ливане. В принципе, Хамас в Газии есть возможность физически ликвидировать полностью, и хотя по политическим причинам Израиль сейчас не хочет полной оккупации Газии, ведения израильской военной администрации и так далее, но физически это возможно, теоретически возможно до этого еще и дойдет, хотя пока правительство этого не хочет. В Ливане, в отличие от этого, гораздо больше географически, поэтому, например, если поставить задачу и полную ликвидацию Хезболы, то для этого нужно оккупировать как минимум половину Ливана, включая Бейрут, если не больше. На данный момент израильская армия такой физической возможности не имеет, поэтому если даже рассматривать сценарий полномасштабной войны, как он отрабатывается на учениях и какие существуют оперативные планы, то максимальная цель – это уничтожение от половины до двух трети личного состава и военных возможностей Хезболы. Насчет полосы безопасности в Южном Ливане, в идеале, разумеется, в чисто военном плане нужно было ее по результатам войны восстановить, как она была до 2000 года, но там, опять же, препятствия в основном политические. Одно дело, если бы Израиль продолжал там находиться, то как бы в житейском смысле было бы проще продолжать. Сейчас восстановить свое военное присутствие на постоянной основе в Южном Ливане в политическом, международном смысле было бы сложнее. В любом случае, мы еще пока не дошли до полномасштабной войны, но, как я уже сказал, даже оперативные планы, как они существуют, не предусматривают полной ликвидации Хезболы, потому что это физически невозможно, потому что, как я уже сказал, для этого нужно оккупировать слишком большие районы Ливана, физически это невозможно, и плюс полностью отрезать снабжение Хезболы через сухопутную границу Сирии тоже невозможно, даже если будет введена морская блокада Ливана, и, возможно, даже воздушная блокада полностью это невозможно, потому что география и географические отличия между Газой и Ливаном это диктует. Давид, я хотел бы вас спросить о войне России в Украине оккупационной. Вот сейчас разговора только фактически об одном. Дадут ли в Средней Штатах Америки добро бить вооружением, которое есть, но которое не можно использовать на весь радиус действия? В первую очередь мы говорим, конечно же, о ракетах АТКМС. Я так понимаю, что здесь тоже есть опасения США об эскалации, но и то, как объясняет Белый дом, почему нельзя использовать, потому что якобы само это оружие не даст, не дает никаких шагов к победе, что нужно комплексом использовать оружие. Но хотел бы вас спросить, в такой вот ситуации, и тогда идет обычная война на истощение, в которой, конечно же, Россия имеет только перевес. Тогда какая конечная цель в Средней Штатах Америки, которые поддерживают, которые дают оружие, если не позволять бить по тылам Российской Федерации? В принципе, несколько аспектов. Во-первых, даже если дадут разрешение, то это не какой-то вундервафе, которая сама по себе решит войну. Во-первых, это не такие большие количества. Это просто был бы дополнительный плюс для боевых возможностей в САУ. В принципе, даже в последнее время при ударе по этому российскому складу вооружения Тверской области видели, что даже и без таких разрешений вполне себе эффективно работают на довольно большие расстояния. Если бы, разумеется, западные союзники разрешили использовать все вооружение, это бы еще, возможно, несколько увеличило количество, увеличило радиус, возможно. Но в любом случае это не переломило бы войну, потому что нет таких количеств чисто физически. В счет того, чего хотели бы в целом Соединенные Штаты, в принципе, их политика в этом плане с 2022 года не особо изменилось. Их задача – это не дать Украине проиграть. Между этим и дать Украине выиграть – есть очень большая разница. И эта разница как была, так и осталась. В принципе, несмотря на то, что по ходу войны, у которой есть своя динамика, мы видели за два года поставку вообще новых и новых видов вооружений, которые до этого говорили, что никоим образом нельзя их поставить, это невозможно эскалаться. Потом их поставляли и так далее, потому что у войны есть своя динамика, как я уже сказал. Но в целом главная задача Соединенных Штатов, как они как минимум пока для себя видят, она не изменилась. Это не дать Украине проиграть. И в этом люфте, скажем так, между желанием Украины выиграть и желанием США, чтобы Украина не проиграла, разница по-прежнему остается. И оттуда следует все остальное. И количество, оставляем их вооружение, и темпы, и общая политика, и так далее. Да, но вот здесь вопрос, не дать Украине проиграть и избежать поражения или распада России, это понятно. Но вот, как вы считаете, что имеется в виду в Соединенных Штатах Америки не дать Украине проиграть? Потому что не дать Украине проиграть и не контролировать Херсонскую, Запорожскую, Луганскую, Донецкой области, это одно. И не дать Украине проиграть и не контролировать еще и Харьковскую и другие какие-то области, это тоже не дать проиграть. Там-то и дело. Это уже более низкие уровни планирования, там у них могут быть разные мнения на этот счет. Но, в принципе, более-менее завуалированно они это уже озвучивали, сохранение независимости, суверенитета и так далее. В принципе, под это можно подвергнуть при желании потери еще нескольких областей, даже дополнительно к тому, что уже потеряно. И Штаты все равно после этого смогут сказать, ну, вы же видите, все равно какую-то территорию Украина сохранила и сохранила независимость и так далее. Разумеется, именно в этом и есть проблема, разница между выиграть и не дать проиграть. Но на самом деле не факт, что действительно украинские администрации для себя очертили, что в Вашингтоне для себя действительно очертили какую-то красную черту. Если Россия переходит ее в географическом плане, то это уже называется не дать Украине проиграть уже нарушено. Они, скорее всего, разумеется, в голову американскому руководству мы влезать не будем, но, скорее всего, они оставляют для себя довольно большое пространство для маневров. И даже если, в принципе, армия тут и там отступит еще на сколько-то, они все равно еще смогут сказать, что мы свою задачу все равно выполним. Да, Давид, как Вы считаете, а может что-то изменить в стратегии Соединенных Штатов Америки? Вот подход, что не дать Украине проиграть? Ну, как мы с Вами сейчас проговорили, да, вне зависимости уже нижнее планирование, какие области не будет контролировать Киев. Может ли что-то изменить? И вот как Вы считаете, приход другой партии, республиканцев и Трампа и заявление там остановите войну за 2-4 часа, я там хорошо знаю Путина, я хорошо знаю Зеленского. Это все просто политическая риторика или реально что-то там имеет в голове себе Трамп? Трамп по определению не предсказуем, я бы лично не взялся говорить, что у него в голове, но какого-то изменения вполне можно ожидать. Вопрос, будет ли это изменение благоприятным для Украины, как бы не оказалось, что еще хуже. Потому что, если он действительно хочет быстро завершить войну, самый простой способ это давить на Украину. В принципе, в этом плане тоже можно провести некоторую параллель с Ближним Востоком. Соединенным Штатам гораздо проще давить на Израиль, чем на его врагов, потому что есть очень простой рычаг поставки вооружений и боеприпасов. Аналогично и с Украиной. Если Трамп действительно захочет, что мы, разумеется, еще не знаем, выиграет ли он выборы. Если выиграет, захочет он действительно делать то, что он сейчас говорит. Если захочет, то самый простой путь для него это больше давить на Украину. Поэтому не факт, что изменение американской политики будет положительной для Украины стороны. Последний вопрос о Курской операции. Как вы считаете, вот насколько реально Соединенные Штаты Америки и другие западные партнеры Украины знали об этой операции? Потому что официально они говорят, что они деталей не знали. Они там может быть могли просчитать сами, но не знали об этом. Насколько эта операция в Курской области есть асимметрия и насколько она меняет войну и насколько она есть некомфортная для России? Россия, разумеется, некомфортная. Вопрос, как это действительно повлияет на ход войны в целом в дальнейшем. Пока мы не видим какого-то резкого изменения способа боевых действий, как россияне вели их до сих пор. Например, опять же, мы не знаем, насколько это было фактором в украинском решении начать эту Курскую операцию. Было ли это на первом, на втором или еще на каком-то месте? На каком-то месте было оттягивание российских резервов с действующего фронта, в частности того же Покровского направления. Пока мы не видим значительного результата. С другой стороны, уже почти 40 тысяч российских солдат действуют в Курской области, которые при других раскладах могли бы действовать на других направлениях. Проблема, разумеется, в том, что только задним числом мы сможем более-менее точно сказать, насколько это повлияло. Но пока не видно, что ход войны изменился резким образом. Но такие вещи, в принципе, не всегда приводят к каким-то резким изменениям. Возможно, потом еще с дальнейшим развитием событий задним числом, как я бы сказал, можно будет сказать, что действительно это помогло больше, помогло меньше, пока как минимум мы не видим, чтобы ход войны каким-то действительно принципиальным образом от этого изменился, но посмотрим. Давид, спасибо большое за этот разговор, спасибо, что нашли время, спасибо за вашу аналитику и за то, что имеете возможность нам объяснить и мне, и зрителям, да, вот в первую очередь какая стратегия США в Америке, что под этим понимается не победа Украины, да, а не проигрыш, а уже не проигрыш, это уже немножко не то, чего хотят в Украине. Спасибо большое. Нагадаю нашим лайчам. З вами был військовый эксперт Давид Генделеман. Будь ласка, подписывайтесь, коментуйте, ставьте свои лайки и, конечно же, делиться нашою разговариваю. Меня зовут Юрий Гаврощак. Традиционно мы с вами побачимось в эфире 24-го канала.